Конечно, можно слетать в Париж и попробовать эти печенья в кондитерской у Маэстро по цене в районе 8 евро за 100 грамм. Но, к счастью, месье Эрме часто делится рецептами своих творений. Не у всех ведь есть возможность покупать такое дорогое печенье. Зато руки есть у каждого, а продукты в ближайшем супермаркете. И можно порадовать себя и своих домашних и сделать это печенье дома. Если любите нежное, хрустящее, тающее во рту шоколадное песочное печенье с кусочками шоколада, обязательно сделайте их. Тем более, что готовить такие печенья проще простого. Просто следуйте рецепту, и все обязательно получится. Для масляной смеси берем очень мягкое сливочное масло комнатной температуры. Чтобы печенье получилось по-настоящему вкусным, берите хорошее сливочное масло. Оно сильно влияет на вкус печенья. Светлый тростниковый сахар. Сахарную пудру. Ванильный сахар или ванильный экстракт. И обязательно добавляем щепотку мелкой морской соли. Взбиваем на средней скорости. Можно, конечно, руками, но учтите, сахар должен хорошо размешаться, а масло взбиться, а не просто перемешаться с сахаром. В общем, миксером быстрее и надежнее. Пока масло взбивается, сделаем мучную смесь. Муку, какао и соду. Просеиваем в одну миску. Сода в этом рецепте необходима. И ее лучше не заменять на разрыхлитель. В коричневом сахаре и в какао содержатся вещества, с помощью которых сода погасится и не будет чувствоваться в готовом печенье. Если интересно более подробно, у нас на сайте есть статья о роли соды и разрыхлителе в выпечке. Ссылка в комментариях. Добавляем рубленый горький шоколад и перемешиваем. Если не любите горький, добавляйте темный. Шоколад, как и масло, очень важен для вкуса. Тоже берите качественный. Масло взбилось. Соединяем мучную смесь со взбитым маслом. И перемешиваем. Сначала лопаткой, а потом руками. Долго мешать не нужно. Как только получилось вот такое густое тесто, приступаем к формовке колбасок. Слегка присыпаем стол мукой. И на столе формируем 2-3 полена. Но тут как кому удобно. Главное поплотнее. Ферме рекомендует делать диаметр колбаски около 4 см. Общая длина должна быть такая, чтобы у вас получилось их нарезать примерно на 36 печенек. Где-то по 1 см толщиной. Заворачиваем в пищевую пленку. Чтобы сделать поленцы более идеальной круглой формы, я их дополнительно подкатываю на столе, уже завернутыми. Убираем в морозилку на час или на 2-3 часа в холодильник. Разогреваем духовку до 180 градусов и вынимаем тесто из морозилки. Теперь надо работать быстро, чтобы тесто не растаяло. Нарезаем поленцы на кружочки примерно по 1 см толщиной. Чтобы замороженное тесто не сильно крошилось, удобнее всего его резать острым ножом с тонким лезвием. Причем резать не пилить, а надавливать и отрезать одним движением. Если при нарезании оно все же разломилось или раскрошилось, ничего страшного. Просто соберите кусочек воедино и слегка сдавите к центру. Выкладываем их на противень с пергаментной бумагой. Чтобы печенье не слиплись, не забывайте оставлять между ними промежутки. Во время выпечки печенье немножко увеличится в размере. Кстати, такое замороженное тесто очень хорошо хранится в морозилке около месяца. И это очень удобно. Из двух таких колбасок должно получиться примерно 36 штучек. Это где-то на 2 противня. Прямо замороженными отправляем в разогретую духовку на 10 минут. И шоколадное печенье по рецепту одного из великих кондитеров современности готово. Готовое печенье сначала может показаться недопеченным. Настолько оно мягкое и нежное. Поэтому прежде чем пробовать, обязательно даем печенью остыть на противне минут 15-20. Потом перекладываем на решетку. Ждем, когда полностью остынет. И только тогда пробуем. Оно очень шоколадное и невероятно вкусное. Хоть с молоком, хоть с чаем, хоть с кофе. А еще его можно красиво упаковать и подарить в качестве презента. В закрытой банке такие печенья будут как свежеиспеченные еще 2-3 дня. Список ингредиентов, как всегда, в описании под видео. А текстовая версия рецепта со всеми нюансами приготовления у нас на сайте. Вкусных вам печенек и до встречи на канале! Субтитры создавал DimaTorzok